Друзья, трейдер с 20-летним стажем, президент компании Герчик и Ко, лауреат премии, лучший спикер от Russian Trading Day Money 2015 года и почетный член Хистес. Это все титулы, но вот главный человек, который стоит за всем этим. Друзья, Александр Михайлович Герчик. Привет. Ну ты знаешь, ты назвал все эти титулы, они бумажные титулы. Согласен. А есть денежные титулы. Вот. Вот ты знаешь, в 2006 году из 2000 выбранных трейдеров я был номер один трейдер в секторе Day Trading. Вот это круто. Понимаешь? Конечно. Быть лауреатом Russian Trading News или там еще что-то, это слабенько. Сейчас все, что связано с трейдингом, сейчас все, что связано с трейдингом, это огромная возможность, чтобы что-то из себя сделать. Вот реально, в прямом смысле слова. Рынок очень хорошо ходит. Не важно, какой рынок. Во-первых, как вы знаете, в компании Герчикенко мы можете торговать и Форекс, и золото, нефть, серебро. И я потом даже покажу вам несколько графиков. Золото, нефть, серебро. А также в компании Герчикенко у нас, как вы знаете, реализованы еще акции. У нас 272 или 290 инструментов. Да, у нас есть несколько криптовалют, натуральный газ, S&P 500. И, естественно, как практически у всех, это валютный параллель. Я считаю, что у нас, если не самые лучшие, то одни из самых лучших спрендов в индустрии. И если наши зрители являются клиентами компании Герчикенко, они пускай поставят плюсы и подтвердят. Я считаю, что у нас одна из лучших поддержек есть, да, потому что наши ребята действительно, их волнует, интересует проблемы и ситуации различные, которые бывают в наших клиентах. У нас, как вы знаете, есть в компании огромное количество продуктов и образовательные продукты. И каждый день освещает рынок. И вы можете всегда посмотреть наших выступающих, они очень квалифицированы. И по-простому сделать для себя какие-то выводы. Почему в компании Герчикенко реализован риск-менеджер? Для того, чтобы вы деньги не теряли и не сливались. Никакая компания, в моем понимании, не будет заинтересована, чтобы клиент пришел и потерял свои деньги за две недели. Понимаете, почему? Потому что компания ничего заработать не успеет. А вот когда клиент хороший, подготовленный, почему компания Герчикенко занимается столько времени подготовкой кадров? Кадров имеется в виду вас, трейдеров. Потому что мы заинтересованы, что вы год, два, три, пять лет торговали. У нас есть люди, которые открыли с нами в 2015 году компанию уже пять лет. Когда компания год был, сказали, да, это херня, Форекс бизнес умирает, компания Герчикенко, там, Мариотт и все остальное. Мы тогда начинали, у нас было 10 или 15 человек штаба. Как вы знаете, сейчас все хорошо идет, огромное количество положительных писем от вас приходит, говорят, мы не видели ни одной компании, которая так заботится о своих клиентах, как вы. Правильно? Потому что мы сами трейдеры. И я, и Иван, мы трейдеры. И мы знаем, что нужно трейдерам. Каждый понедельник я делаю обзоры на канале Герчикенко. Поэтому, кто еще там не стал нашим подписчиком или нашим клиентом, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, вам будут приходить уведомления. Каждый понедельник. И у нас есть рубрика «Спрашивали, отвечаем». Огромное количество рубрик. Огромное количество наших клиентов, именно наших клиентов, зарабатывают деньги на моих рекомендациях. Вы как генеральный директор, у вас все бразды правления даже круче, чем у меня. Генеральный директор у нас Иван Васильевич. Я просто президент. Просто президент. У меня на самом деле меньше полномочий, чем у Ивана. Ты знаешь? Нет, я этого не знал. Да, мы когда с Иваном просто начали работать, каждый берет зону ответственности на себя. Иван занимается, помимо всего партнерства, он занимается операционной деятельностью. Операционная деятельность очень тяжелая. Кто когда-то управлял крупной компанией, у нас не просто компания, у нас компания, мы ее так называем, ну, группа компаний. Да, у нас очень много, по сути дела, того есть, чем мы занимаемся. Например, все практически софты, которые мы стараемся писать для наших клиентов, мы пишем сами. И когда мы с Иваном начинали, у него есть больше полномочий, чем у меня. То есть он, по сути дела, может две-то наложить, а я не могу. Ну, а вот в процессе подготовки ваших всех вот этих инструментов, о которых вы говорили сейчас, кого вы привлекаете в первую очередь? У нас свои программисты. Свои программисты. Да, у нас своя группа программистов, почти 15 человек. Свои in-house программисты, не на удаленке. Не на удаленке. А люди работают, да, у нас есть люди, кто очень хорошая команда, руководители команды отличные у нас. И у нас постоянно есть люди, которые занимаются тем, что смотрят, какие продукты нужны. Например, это у нас реализован специально для наших клиентов. Это индикатор горизонтального объема, который показывает самые сильные уровни. Но не просто, как, например, у других фирм, которые занимаются брокерской деятельностью. Они берут, например, внутренние объемы, внутри фирмы, и выстраивают какие-то объемы. Мы пошли более дорогим путем. Мы как бы выходцы из профессиональной индустрии. Все-таки я профессионал, я очень люблю все профессионально делать. И у нас индикатор горизонтального объема, он подкачивает данные официальные. Мы покупаем через IQFeed. Мы их покупаем у бирж, подкачиваем их и сами выстраиваем. И как раз у нас Сергей Заботкин, он такой мультитескинг. То есть он сам программист и очень многие вещи тоже помогает делать. То есть у вас получается своя кремниевая долина. Это такое название крутое самое, это своя кремниевая долина. Но 15 человек, которых вы постоянно воспитываете, держите, и это все-таки не каждый может быть. Мы их не воспитываем, каждый просто должен делать свое дело. И все. Каждый должен быть на своем месте. Самое страшное вообще в жизни быть на чужом месте. Знаешь, как Шекспир, когда доскал феноменальную фразу, что играйте свою роль, все остальные роли уже заняты. А то да. А какой штат компании? Для многих это наверняка вопрос. Большой. Больше ста человек. Сколько еще раз? Больше ста. Больше ста человек. Да. И каждый на своем месте. Да. Супер. Просто хочу рассказать кое-что об этом человеке, который управляет компанией Герчкин Ко. Я просил, видите, его сегодня выйти в эфир. Да, вижу. Нет, сейчас я покажу всем, что все видели. Зачем? Он написал был оффлайн. Зачем был оффлайн. Я объясню, почему. Надеюсь, что Иван не обидится, что я рассказываю такие вещи. Но вот Иван из семи трех мальчиков. Их три мальчика. Два работают с нами. Это Марьян. Иван. Иван у нас генеральный директор. А Марьян – это наше все. И Лена Ив. Это большая дружная семья. Да, я просто хочу рассказать о Иване. Даже если у меня это 10 минут, все-таки я имею право полноценное потратить 10 минут, чтобы люди знали. Иван мой партнер и генеральный директор компании. Лена Ив и Марьян Крошный. Еще у них есть третий брат. Йосик. Но Йосик с нами не работает. Потому что он чересчур румный для нас. Мы не можем себе позволить такого дорогого сотрудника. Так вот, просто чтобы вы понимали, что Иван с 14 лет начал работать. Я не знаю, или все это знают. Этот человек, который не хотел никогда быть как все. Я не помню возраст, когда от Ивана ушел отец, и они остались три брата с мамой. Иван, по-моему, в 19 или 20 лет потерял огромные деньги. Их кинули очень сильно, насколько я помню, чуть ли не на миллион долларов. И Иван все отдал. Вот такими людьми надо стараться и учиться быть. Я думаю, я поэтому хотел последние 20 минут эфира как раз именно сделать интервью с Иваном. Потому что я знаю о его личной жизни практически все. Потому что мы в большей степени, естественно, партнеры, в меньшей степени друзья. Ну, чтобы, может, не жалеть друг друга. Потому что, когда дружба, например, когда ему там что-то болит, я начинаю его жалеть. Потому что он, помимо всего, он мой друг. Так вот, просто, чтобы вы понимали, мы с Ваней познакомились. Ваня был студент. Мы с Ваней познакомились. В 2012 году уже решили делать форекс-брокер. Просто заняло несколько лет. Вот можете себе представить, это 8 лет назад было. В Ване было 22 года. 22. И когда кто-то... Все равно я тебя очень люблю, ты же знаешь. И я просто хочу, чтобы вы знали, кто управляет компанией, в которой вы работаете. Там управляет человек и люди, да, как Лена и все наши сотрудники, которые ходят на работу для того, чтобы у вас все было. Которые очень стараются понимаете? Это очень важно. Скажите одну брокерскую фирму, в которой вы знаете, кто генеральный директор или они выйдут онлайн и с вами конкретно будут разговаривать. Нигде. Нигде. Все же. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok